Здравствуйте, уважаемые ульяновцы и гости нашего региона. Сегодня расскажу о том, чистят ли ульяновские дороги и тротуары от льда и снега. Жители города стали все чаще жаловаться в соцсетях, что даже по центру города сложно пройти, не поскользнувшись. Но по информации пресс-службы городской администрации, тротуары Ульяновска продолжают обрабатывать песко-соляной смесью. 9 февраля городские службы вывозили снег, очищали пешеходные переходы, остановки, тротуары и расширяли проезжую часть. Особое внимание уделялось обработке тротуаров. Об этом рассказал заместитель главы города Александр Ермаков. Сегодня занимаемся устранением скользкости на тротуарах. Работает также у нас трактора. Привлечено более 200 человек для ручной посыпки, а также тракторная техника с прицепами для песко-разбрасывания. Ночью на уличной дорожной сети у нас работало 120 единиц техники, в том числе 15 тракторов, которые занимались обработкой тротуаров и уборкой снега. Возился снег в Ленинском районе. Это у нас Радищево, Льва Толстого, Гончарова, железнодорожный район. Это Инзенское. Продолжаем работу по железнодорожному вокзалу. Улица 12 сентября. В Свеяшском районе вывозили снег с улицы Камышинской, улицы Октябрьской, улицы Рявикова и проспект Ульяновской заводы. На постоянной основе ведется контроль за работой техники, в том числе и квартальным полномочиям администрации районов и управлением дорожным хозяйством. Продолжаем следить за работой управляющих компаний. То есть задача сейчас дворников – это убрать налить с тротуаров, а также те налить и сосульки, которые образовались на кровлях в период оттепли. Вывоз снега самоосвалами будет организован на проспекте Нариманово, Соборной площади, проспекте 50-летия ВЛКСМ, на Московском шоссе, а также на улицах Кирова, транспортной, водопроводной, 40-летие Октября и проспекте Туполева. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов подчеркнул, что качество уборки дорог в городе заметно улучшилось. Мы видим, что ситуация резко улучшилась и по центральным магистралям, и по второстепенным магистралям. Тротуары, в конце концов, очистились и сейчас обильно убирается все, что связано с таким обледенением. Вместе с тем у нас еще много вопросов и по частному сектору, и по подходам к социальным объектам. Также на контроле остается вопрос очистки крыш многоквартирных домов от снега и наледи. Напомню, жители Ульяновской области могут оставить обращение по ненадлежащей уборке территории и неудовлетворительному содержанию кровель по номерам 112 и 122. Итак, правда в том, что в области ситуация с расчисткой от снега и наледи далека от идеальной. В этом плане есть над чем работать. Но и говорить о том, что вообще ничего не делается и власти забыли про регион, нет никаких оснований. Уважаемые ульяновцы, не поддавайтесь на провокации, никогда не паникуйте и доверяйте только проверенным источникам информации.